Нарисован шестиугольник, который составлен из трех полилограммов. Взят один полилограмм, после этого взят, нарисован другой полилограмм, ну и здесь, соответственно, третий. Задача. Тот же самый шестиугольник из тех же самых параллелограммов сложить другим способом. Очень редкая задача. Что сейчас надо сделать? Надо из угла, из тех же линий, провести вот так пыльно. Надо из только что построенной точки провести в самую правую точку. Отлично, спасибо, все сделано. Согласны, что получился вот этот параллелограмм в точности? Вот этот. Этот в точности здесь. И, наконец, этот в точности здесь. Такая вот забавная вещь. Когда у вас есть шестиугольник, составленный из трех параллелограммов, то его можно составить другим способом тоже. Так, ребята, вот интересно. Каким свойством обладает этот шестиугольник? А вот какие? Вот этот отрезок равен этому параллелому. И равен параллелому этому. А вот этот отрезок равен параллел этому, равен параллел этому. И, наконец, вот этот вот, этот, вот этот. Все поняли, да? Замечательно. А теперь вопрос. Представьте себе, что у вас наоборот есть такая вот фигура, есть у вас такая вот фигура, у которой шесть сторон, и у которой вы точно знаете, что противоположные стороны равны и параллелу. Это равен параллел этому, это равен параллел этому, это равен параллел этому. Хорошо? Да. Хорошо. Задача. Понимаете ли вы, что на самом деле этот шестиугольник можно разлезть на 3-4 килограмма? Как резонтная отлона, да, и теперь вниз. Да, да, смелее. Немножко приво получилось у нас, но можно просто понять, да? Все поняли? Да, да. Ну, на самом деле, надо было, у вас почти получилось хорошо, только надо было чуть-чуть вот эту точку сдвинуть сюда. Вот, заметьте, я сейчас сдвину вот буквально чуть-чуть и сразу встанет к оси. Вот. Таким образом, из 3-4 килограммов строится. Господа, я сейчас не буду на это тратить время, но если взять не 6 сторон, а если взять 8 сторон, и опять противоположные стороны, параллелы и равны на длине, то вообще-то получится замечательная конструкция, которая называется 4-мер. А если взять 10 сторон, то 5-мер. Вот. Так что эта конструкция на самом деле богатая. И она встречается во вполне серьезной тематике, а не только у нас с вами, когда изучаем килограмму.